В Гусь-Хрустальном будет построена новая церковь. На месте будущего храма в честь святителя Николая Чудотворца состоялась закладка первого камня. Для прихожан Гусь-Хрустального это настоящий праздник. Праздник и у людей, и, как говорится, у Бога. У нас город разрастается, завод стоит, людей много. И поэтому в этом районе церковь нужна для того, чтобы люди приходили, люди верили со своими надеждами, со своими проблемами. Было куда прийти. Ну, рады, рады мы, что строится Божий храм. Чтобы нам поближе здесь ходить, мы уже старенькие. Освещение места строительства провел митрополит Владимирский Судельский Евлогий. Владыка заложил первый камень, а также передал в дар икону Казанской Божьей Матери директору Гусевского арматурного завода Александру Березкину, на средства которого ведутся работы. Храмов много не бывает. Они востребованы всеми, и особенно душой каждого человека. Это опора огромная, они счастливые. Храм, его службы, молитвы не было в истории ни одного народа, который бы не знал веры, религии и храма. Место будущего храма напротив завода Густара выбрано не случайно. На генеральном плане застройки города это место обозначено как место для конфессиональной застройки. И никто даже не знал. Храм планируют построить в 2018 году. Работы предстоят немалые. Здесь будет и маленькая школа для посещения детьми. Здесь будет и водосвятная часовня. Здесь, но самое главное, это большой храм, вместимость этого храма 500 человек. Мы готовы принимать пожертвования от всех, кто будет использовать эту возможность, скажем так. Мы вообще решили предприятием, семьей и не одной семьей. У нас есть соучредитель, он в Челябинске, Бондаренко Валерий Вячеславович. Мне хочется сказать огромное спасибо Александру Александровичу, большое спасибо всем сотрудникам предприятия. То предприятие, которое он создал с нуля, сегодня помогает не только решать вопросы общегосударственного масштаба, такие как строительство новых газопроводов, нефтепроводов, но и вот такие благотворительные дела делать, как строительство храма. Помимо храма Александр Березкин и предприятия Гусар активно участвуют в восстановлении православной гимназии в Гусь-Хрустальном. Этому зданию в 2016 году исполняется 100 лет. В 1992 году оно было закрыто на реконструкцию, а в 1999 вновь стало принимать детей. К юбилею гимназии здесь капитально отремонтируют фасад. 1 сентября учебное заведение откроет двери для 170 школьников. Татьяна Гордеева, Александр Гошков, Губерния 33.